Опыты с аниматроном мы проведем в городе Пиза, на родине Галилео Галилея. Здесь, согласно легенде, он сбрасывал из Пизанской башни одновременно легкие мушкетные пули и тяжелые пушечные ядра и доказал, что они падают с одинаковой скоростью и касаются Земли одновременно. Галилео считается основоположником экспериментальной физики. Здесь он успешно боролся со схоластической теорией, метафизикой Аристотеля. Принцип относительности Галилей сформулировал для инерциальных систем отчета. А мы попробуем использовать его для неинерциальной системы, связанной с телом отчета в виде мушкетной пули, на которой сидит неподвижный наблюдатель. При этом пушечное ядро будет неподвижно относительно пули. Оно падает с ним с одинаковой скоростью и будет неподвижно относительно наблюдателя и системы отчета XY. Поднимем нашу систему на самый верх пизанской башни и отпустим ее. С точки зрения наблюдателя, который сидит в этой системе отчета, неподвижны и большой шар, и маленький шар, а пизанская башня пролетает мимо. Земля стремительно приближается. Давайте посмотрим еще раз. Хочу обратить ваше внимание, что системы отчета неподвижны относительно вашего экрана. А пизанская башня и Земля движутся вверх с ускорением по модулю равным ускорения свободного падения, только направленную вверх. Усложним задачу. Сообщим пушечному ядру начальную скорость V0. Поскольку у нас система отчета будет находиться в свободном падении, то никакие силы не будут действовать на это пушечное ядро, и оно может двигаться бесконечно долго с такой скоростью. Поднимем нашу систему на самый верх пизанской башни и отпустим, придав начальную скорость ядру. Как ожидалось, ядро движется вдоль оси X с постоянной скоростью. Еще раз то же самое. Поднимаем. Система отчета закреплена относительно вашего экрана. По вашему экрану ядро движется в горизонтальном направлении. Тот же самый эксперимент относительно наблюдателя, находящегося на Земле, относительно системы отчета, неподвижной относительно Земли. Наша система отчета движется с ускорением G, а башня и Земля покоятся. Можно перейти к решению нашей задачи. Яблоко в момент выстрела из пушки начинает падать. Как надо прицелиться в яблоко, чтобы попасть в него. Заряжаем пушку. Поджигаем фитиль. Три секунды он горит. Чуть-чуть ниже стреляем. Не попали. Еще раз проверим. Наверное, ядро действует силой тяжести, которая его отклоняет вниз. Еще раз посмотрим внимательнее. Подвешиваем яблоко. Заряжаем пушкой. Прицеливаемся чуть-чуть пониже, как раньше в тире говорили, под яблочко. Заряжаем пушку. Поджигаем фитиль, который горит 3 секунды. Чуть-чуть ниже пролетает наше ядро. Попробуем прицелиться чуть выше. В расчете на то, что на ядро будет действовать сила тяжести, которая его притянет вниз. Не получается. Еще раз то же самое смотрим молча. Прицеливаемся чуть повыше. Горит фитиль. Выше. Здравый смысл подсказывает, что, наверное, надо прицеливаться точно в яблоко. Заряжаем пушку. Поджигаем фитиль. Да, с самого начала надо было так же делать. Объяснение простое. И ядро, и яблоко с момента выстрела до момента их встречи смещаются на одинаковое расстояние вдоль вертикальной оси. Поэтому их траектории неминуемо пересекаются. Вот как выглядит эта же задача в системе отсчета неподвижной относительно яблока. Вдруг мачта полетела вверх и по прямой избушке к нему прилетело ядро. Здесь я попрошу обратить внимание на траекторию ядра в системе отсчета, свободно падающей вместе с яблоком. Траектория имеет вид прямой линии.